Музыка Заезд на пидстоп сродни съемкам рекламного ролика. Эффектный дизайн и современная начинка. В Химках тестируют инновационный низкопольный электробус большого класса Ликинского автобусного завода. Месяц назад мы его запускали по городу для тестовой поездки. Он у нас сделал пару кругов, потом встал на доработку. Электробус дооснастили полностью для реалий Мострансавта. Оснастили его с АБОПом, оснастили системами платежей, внутренней информацией. И неделю назад электробус выехал на линию, где успешно продолжают тестовые испытания. Испытывать новую машину доверили водителю с большим стажем. Николай Горбенко за рулем 21 год и преимущество отмечает сразу. Плавность хода лучше. Бесшумный. Ну, наверное, вот это самое главное. Внешне электробус похож на ЛиАЗ-6274. Именно такие сейчас курсируют по столице. А вот начинка опытного, пока что не серийного образца, отличается. Вместо отдельного двигателя на каждом ведущем колесе производитель предпочел единый электромотор. Это дает не только более плавный ход, но и более простую эксплуатацию. В случае поломки его можно будет легче. Приедет тягач, подцепит и может утащить. А московский электробус нужно будет очень много действий произвести, чтобы его убрать в ремзону, затащить также на ремонт в случае чего. Либо также освободить перекресток. Намного все сложнее будет. Для безопасности электробус оснащен системой блокировки движения при открытых дверях и камерами видеонаблюдения с круговым обзором. Для комфорта – валидаторами, информационным экраном, зарядными устройствами USB и автоматической системой климат-контроля. Красиво, хорошо, удобно. Хорошо. Если это тем более выгодно, то надо только одни плюсы. А если не выгодно, то надо подумать экономически. Испытания опытного образца на третьем городском маршруте продлятся до конца сентября. После этого специалисты оценят эффективность и рентабельность нового электробуса на маршрутах городского округа. Олег Тюрин, Дмитрий Бочаров. Новости Химки-ТВ.